Безопасности ради. В Нижегородской области прошло масштабное учение Беларуси и России щит Союза-2019. Экзамен союзных войск проходит раз в два года на территории двух стран по очереди. И вот накануне завершилась активная фаза очередной проверки. Мотострелки, танкисты, артиллерия и авиация, тысячи военных и сотни единиц техники. Армии двух стран показали, что умеют постоять за свою страну. Вооруженные силы союзного государства прошли серьезную проверку боеготовности. И уже можно констатировать, что щит Союза готов держать удар. Боевые задачи выполнены успешно. Показатели скорости и точности возросли по сравнению с прошлыми учениями. А взаимодействие между белорусскими и российскими подразделениями на высоте. Все это благодаря обычным парням, которые через ситоотбора пришли в армию. И вот теперь настало время новых героев. Очередная призывная кампания стартовала еще в августе. За это время через медицинские кабинеты Бобруйского военкомата прошло более 300 парней. Всего проверят более 800 личных дел. В первую очередь внимание обращают на состояние здоровья, биографию и спортивные разряды. 400, именно столько бобручан, станут в строй вооруженных сил Беларуси этой осенью. Бобручане люди хорошие, они могут себя проявить везде. В любом роде войск. Так что стыдно нашим гражданам не будет за бобручан. Собеседование, регистрационные бланки, медицинские показания. Призывная комиссия подробно изучает каждый пункт досье новобранцев. Именно такой подход позволяет отправить будущих защитников Родины в те воинские формирования, где они смогут проявить себя с наилучшей стороны. Но о географии частей, в которых служат наши земляки, широкая. От Витебска до Бреста и от Могилева до Гродно. Одни охраняют государственную границу, вторые с честью носят голубые береты, третие достойно служат во внутренних войсках. Есть, конечно, люди, которые пытаются кем-то уклониться, но их очень малый процент, по той простой причине, сейчас в этом нам планы и помогают работодатели. Они тоже стараются, чтобы человек отслужил в вооруженных силах или других воинских формированиях. Заинтересованы в стабильном, нормальном сотруднике, который выполнил свой долг перед Родиной и спокойно трудятся во благо экономики предприятия нашего города, нашей республики. Отправка вооруженной силы начнется уже в ноябре. Армия – это настоящий мужской институт, в котором закаляется характер. Все без исключения призывники с пониманием относятся к своему гражданскому долгу. Мои отношения нейтральные, заберут, пойду, отдам свой долг Родине. Конечно, настоящий мужчина должен служить в армии. Сотни молодых людей уже проходят медицинскую комиссию и настраиваются сменить обычную одежду на форму цвета хаки. Мы спросили у бобручан, а что они думают о испытании мужеством и необходимости службы в армии. Во-первых, познается чувство локтя, ответственность за Родину, ответственность перед семьей. Как мужчина должен всегда чувствовать, что он защитник. Дисциплинирует, воспитывает, делает их более ответственными, мужественными. То есть формирует мужчину. Ну, для того, чтобы узнать, мужчина это или нет, то есть стать сильнее, ну и чтобы защищать свою Родину. Уже совсем скоро парни отправятся в воинские части. Там их ждет курс молодого бойца, строевая и стрелковая подготовка и долгожданная присяга, после которой вчерашние мальчишки с гордостью станут носить звание защитников Родины. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели.